Итак, где будут отдыхать наши дети? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в студии депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, должны ли дети, проживающие на севере, отдыхать летом за пределами Архангельской области поближе к морю? Или все же в пределах своего региона? И вот какие результаты мы получили. 81% за пределами Архангельской области, 7% на территории области и 11% затруднились ответить. 7% это, наверное, наши чиновники, которые ратуют за сохранение наших спортивных лагерей на территории Архангельской области. В Комитете Государственной Думы по охране здоровья предложили ввести сертификат молодоженов. Инициатива по проверке способностей к репродукции вступающих в брак вошли в список рекомендаций в ходе работы круглого стола Комитета на тему репродуктивное здоровье мужского населения России. В частности, рекомендовано ввести паспорт репродуктивного здоровья и утвердить сертификат молодоженов для обследования состояния репродуктивной системы лиц, которые вступают в брак. Отмечается, что в России по-прежнему очень высокая по сравнению с другими странами смертность мужского населения трудоспособного возраста, что приводит к существенным потерям. Никакой более конкретной информации официальной найти не удается. Как именно предлагается реализовать эту инициативу? Ты как считаешь? Приведем два наиболее распространенных неофициальных варианта, которые нам удалось найти в интернете. Первый вариант. Госдума хочет запретить вступать в брак людям, которые по итогам обследования оказались неспособными к деторождению. Не хотелось бы верить, что такой вариант все-таки будет принят. Ну и второй вариант. Обязан пройти обследование обывательницы, ознакомить пару о результатах и после этого дать право выбора самим будущим молодоженам решить, готовы ли они на такой шаг с учетом имеющихся трудностей. Этот вариант более адекватен, но к нему есть масса вопросов. Например, разглашение медицинской тайны. Эти люди еще ведь не являются родственниками. Получается, что они узнают данные о здоровье, причем в довольно интимной сфере. Ну а пока депутаты Государственной Думы действующего созыва упорно трудятся над последними в своем созыве зак-инициативами, в регионах на финишную прямую вышло предварительное голосование Единой России. Праймерис. И чем ближе час Че, 22 мая, тем больше скандальных историй начинает просачиваться в средства массовой информации. Во многих субъектах вскрываются офшорные счета кандидатов, судебные решения различного рода, ну и конечно подкупы избирателей и обвинения со стороны кандидатов в адрес своих собственных оппонентов. Наш регион также отличился. Так, согласно положению Апраймерис, запрещено организовать подвоз подкуп избирателей. Кроме того, под запретом обвинения и оскорбления оппонентов. У нас в области отмечены и подкуп, и обвинения оппонентов. Ситуация, в общем-то, в следующем. В Архангельске появились некие объявления, в которых говорится о том, что придя на праймерис можно заработать 200 рублей. Наши коллеги-журналисты даже уже позвонили по этим телефонам и в ходе разговора выяснить все-таки кто организовал это не удалось, но тем не менее им сказали, что нужно просто подходить на определенный участок в день голосования и там вам скажут, за кого же надо голосовать. И там же и деньги получат. И там же получат деньги, конечно. В частности, один из участников праймерис, Игорь Воронцов, депутат городского совета города Северодвинска, обратился к руководству партийной организации, где заявил, что в городе Корабелов происходит подкуп избирателей. Только кто этим занимается, он так и не указал. В частности, проходил мимо какой-то группы лиц и слышал разговор о том, что им предлагают деньги за участие в праймерис. Ну и помимо этого, Игорь Воронцов в своей предвыборной агитации стал использовать этот факт и говорить о том, что абсолютно все его оппоненты занимаются подкупом избирателей. Пока это, к сожалению, все похоже больше всего на просто пиар отдельного кандидата. Так как о подкупе много говорится, а на самом деле никакие факты не предъявляются, фамилии не называются, никаких подтверждающих документов, фото, видео и каких-либо других никто из кандидатов не предъявляет, то говорить о том, что это действительно так, получается очень сложно. Ну и да, поэтому мы обращаемся сегодня к вам, уважаемые наши телезрители. Если вам вдруг стали известны факты подкупа, привоза избирателей, присылайте их на нашу электронную почту, которую вы видите на своих экранах, а также к нам в социальные сети Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. Мы обязательно передадим их в региональный комитет по проведению процедуры праймерис. Итак, переходим к сегодняшнему вопросу. Как по вашему мнению, нужно ли предварительное голосование, так называемый праймерис? И три варианта ответа. Да, безусловно, нужно, нет, не нужно и затрудняюсь ответить. Нам очень важно знать ваше мнение. Всего хорошего, до свидания. До свидания.